Друзья, я снова всех приветствую, с вами Дмитрий Халазильников и я по-прежнему говорю об Escape from Tarkov. Сегодня хотел бы поговорить о действительно важной проблеме Escape from Tarkov, это оптимизация игры и то, какая оптимизация Tarkov в последних обновлениях очень сильно меня дезморалила. Из-за чего мне не хотелось играть достаточно много, достаточно часто, для того, чтобы увидеть какой-то новый контент. Вышел все-таки патч 12.6 и хотелось бы побольше, наверное, поиграть в Tarkov, но, к сожалению, к моему большому сожалению, игра у меня очень плохо работала. Это все было видно и на моих трансляциях, которые были первые дни патча и на некоторых моих видео, в которых я тоже вставлял эти моменты. Ну и в целом, часть аудитории Tarkov говорит, что последние обновления микропатчи повысили производительность, другая часть говорит абсолютно другие противоположные вещи. И честно, я не знаю, насколько у BSG все получилось с оптимизацией, если одни люди жалуются, другие люди, наоборот, хвалят. Но сегодня я хочу поделиться действительно с тем, что мне позволило играть с комфортным FPS, без фризов. И решение пришло из-за границы. Ютубер под ником Panjana сделал очень классный, очень большой информативный гайд по оптимизации Escape from Tarkov с некоторыми своими собственными конфигурациями и файлами. Первого мая прислали это видео, я его посмотрел, я проделал некоторые, не все, сразу скажу, не все шаги, которые он предложил в качестве оптимизационных, именно решения, то, что может сделать любой желающий. И производительность на локациях у меня выросла настолько серьезно. Во-первых, пропали фрезы и статеры в самом начале на загрузке локации. Как только вы высаживаетесь, первые две минуты у меня на любой локации практически были неиграбельными. На локации резерв это вообще отдельный разговор и там было вообще хуже всего. Я не тот человек, который прям очень сильно разбирается в железе. Я попытаюсь сегодня донести некоторые пункты, о которых рассказывал Panjana, так, чтобы вы тоже это могли сделать. Но, друзья, в любом случае, пожалуйста, если вы хотите все это сами, хотите ознакомиться с первоисточником, я внизу оставляю ссылку. Пройдите, пожалуйста, на канал Panjana на это видео, посмотрите его. Там есть оптимизация как для видеоадаптеров от Nvidia, так и для AMD, есть различные конфигурации. Человек сделал просто феноменальную, на мой взгляд, работу, которая поможет многим людям, кто играет в Escape from Tarkov. Сегодня я просто расскажу то, что я сделал из его видеогайда. Начнем с того, что Panjana подготовил специальные архивы, в которых вы можете найти те или иные файлы, которые придется добавить в реестр компьютера, чтобы игра стала работать лучше. Архив в описании и, естественно, на оригинале видео тоже можете его скачать. Ну и прежде чем заниматься оптимизацией Tarkov, автор Panjana как раз рекомендует сделать резервную точку копирования, то есть точку восстановления Windows, для того, чтобы мало ли что случится, чтобы как-то это все дело откатить. Ну и как-то найти, думаю, если кто-то не знает, сейчас по-быстрому объясню. Для начала нам нужно вызвать панель управления. В панели управления переходим во вкладку восстановления. В вкладке восстановления, настройка восстановления системы. И затем вот наш диск, который у нас отвечает за систему. Мы сделаем там настройку по восстановлению системы. Включить защиту системы, выставляем объем данных, которые нам нужно, если что, будет восстанавливать. Ну то есть это изменение данных за определенное время. Можно опять же установить размер. У меня установлен как бы ремитированный, стандартный. Нажимаем применить ОК. И если что, мы можем раз и по-быстрому откатить систему. Собственно, опять же, вот сюда возвращаемся. И для отмены нежелательных изменений нажимаем восстановить. То есть если у вас что-то пошло не так, в безопасном режиме Windows мы можем нажать восстановить. И у нас откатывается до времени, когда вы выставляете, собственно, эти настройки системы. Теперь перейдем в лаунчеры игры. Потому что там есть тоже некоторые настройки, которые желательно выключить и поставить их по таким же принципам, как, в принципе, сделал и я. В ролике, кстати, тоже Панжи говорил, что следует некоторые функции в лаунчере ограничить. Например, нажатие на кнопку закрытия окна и при запуске игры. То есть при нажатии на кнопку закрытия окна мы, собственно, нажимаем закрывать лаунчер. И при запуске игры полностью выйти из лаунчера. Насколько это сильно поднимает FPS, честно, я не знаю. Но есть одно интересное замечание. Лично у меня, когда установлена галочка на свернуть окно лаунчера. И я потом выхожу из игры. Тарков иногда у меня не выходит просто так. Выходит, допустим, с какой-то ошибкой. Возникает еще дополнительное окно в лаунчере, где пишется о том, что возникла ошибка. Может быть, отправьте отчет. Все такое. Иногда даже приходится закрывать через диспетчер задач. Без диспетчера задач вообще игра не выходит. Она так и висит. Вот здесь вот так в обработке. Сейчас вот с этой вот функцией полностью выйти из лаунчера вообще такой проблемы нет. Из игры, во-первых, нормально выходит по кнопке выйти из игры. Не висит задача в диспетчере задач в реестре. Так что тоже, ребята, предлагаю вот такие же функции установить у себя в настройках лаунчера. По поводу еще, кстати, самого еще лаунчера. Есть папка для временных файлов. Ее тоже следует иногда очищать. Потому что там иногда сохраняются всякие временные файлы с прошлых патчей. Там это все дело накапливается. И очистку папки следует тоже делать. Затем переходим к файлам, которые Панжи подготовил. В папке Optimization нас интересует Tarkov Process Priority. Ну, тут у нас, собственно, три режима. Нормальный, высокий и выше нормального. Нормальный это по умолчанию для Tarkov ставится Windows. Автор рекомендует выставлять высокий приоритет. Но если у вас на высоком приоритете будут какие-то проблемы с системой, или игра же начнет еще больше лагать, то мы откатываем до нормального приоритета. Либо пытаем счастье на выше нормального. В любом случае, выше нормального и высокий, по идее, должно как-то лучше Tarkov ранжировать в ресурсозатратности системы. И, соответственно, Tarkov должен работать лучше. Я выставляю высокий приоритет. То есть вы нажимаете здесь, нажимаете да, продолжить. Все у вас установлено, все будет работать. Если что-то не так, Tarkov Normal Priority. Если это не будет работать, откатываем на точку восстановления Windows. Еще Панжи рекомендует для Tarkov выставлять игровой режим. В Windows это в настройках можно выставить. Так как у меня сборка системы не подразумевает вообще данные функции, я не могу это показать. И вообще советую вам посмотреть у автора таймкод. Сейчас будет где-то на экране, где это можно увидеть. Следующий момент это Recoptimization Fix. Здесь у нас есть папочка вот с такими же файлами, только это стандартные там будут файлы. И файлы, которые нам также надо нажать и прожать для системы. Вот эти вот четыре первых файла мы устанавливаем все сразу. И здесь у нас есть два файла, которые мы выбираем в зависимости от такой, какая у вас конфигурация системы. То есть для систем слабых и таких средних и средние-высокие. Если у вас какой-нибудь компьютер на i9, что-нибудь такое, у вас Тарков плохо идет, то вам надо вот это выбирать. Для тех, кто сомневается, насколько у него система мощная, насколько она у него не мощная, возьмите сначала для систем средний-низких. Если будет все нормально, попробуйте средний-высокий. Если уже что-то пойдет не так, опять откатывайтесь вот на этот файл. В любом случае, если у вас где-то что-то будет сбоить, где-то будет опять Windows что-то не работать, или в игре сама не будет работать, идем сюда в папку с дефолтными настройками. И вот это вот все мы заново прожимаем. И дальше по, собственно, принципу научного тыка. Вот устанавливаем заново вот этот. Если все нормально идет, ставим следующий. И выясняем, какой из этих фиксов, возможно, вызовет у вас проблемы. Ну, панжи, как сказал, в принципе проблем здесь не может быть. Только могут быть проблемы именно с тем, что вы неправильно выберете, для какой же системы вам нужно провести вот этот вот твик оптимизации. Вот в этой папке у него находится программа, которая чистит реестр, чистит оперативную память. Это что-то типа MemoryClean, MemoryDuct. В общем, это такая же программа, работает по тому же самому принципу. Устанавливать ее или нет, но если у вас есть MemoryDuct, то думаю, что в принципе нет смысла. Ну и еще одна папка GPU Settings. Это настройки для видеокарт. Есть для видеокарт Radeon, есть для видеокарт GeForce NVIDIA. Ну, я, естественно, смотрю по NVIDIA, потому что AMD у меня нет. Вы можете установить, в принципе, все как на видео, либо попробовать тоже самому поэкспериментировать. Ну, а лично, лично по остальным, я советую выставить настройки такие, как они установлены здесь на скриншотах. Я поставил вот так, как выставлены на скриншотах, и действительно у меня все нормально работает, и никаких проблем, в принципе, с видеокартой нет. Так, мы, естественно, переходим в вкладку настройки игры, и начнем с первой вкладки игра. Рекомендует нам Panji выключить все вот эти галочки, то есть автоочистка оперативной памяти, использование только физических ядер, вот это все отключить. У многих людей, наоборот, вот эти вкладочки повышают производительность. Но лично у меня, допустим, нет вообще никакой разницы. У меня производительность вообще не меняется от этих вкладочек, я уже проверял неоднократно. И в том числе, когда я пытался найти решение проблемы, почему у меня оптимизация такая не очень, почему у меня есть фрезы на старт локации. Затем переходим, конечно же, в графику. Что нужно сделать, это качество текстур. Качество текстур нужно либо снижать до средних, либо ставить какие-нибудь низкие. Я ставлю средние, потому что картинка мне тоже важна, и я совсем не упарываюсь прям в супернизкие настройки. До этого у меня стояли высокие плюс стриминг текстур. До обновления 12.5.6, по-моему, это такой небольшой микропатч, который вышел перед 12.6, вот эта функция у меня работала лучше, чем все остальные. Сейчас же, скорее всего, именно из-за вот этой настройки, и вкупе с каким-то сочетанием еще, у меня просто фантастические фрезы, поэтому я выставил настройки средние для текстур. По теням здесь, опять же, каждый может свое поставить. Низкие, средние, высокие, ультра лучше не ставить, это, естественно, минус производительность. Общая видимость и видимость теней. Панжи рекомендует все выставить в минимум. Но я, опять же, я не гонюсь прям за суперпроизводительностью, с 240 кадров, да, 4 гига, 4 ведра, классная видеокарта. Нет, я хочу себе тоже хоть небольшую, значит, красоту в Таркове иметь. 2,5 на детализацию, общая видимость на 1000. Но если выставлять еще меньше, то у вас буквально там в 50 метрах от вас начинаются уже ужасные качества деревья и тому подобное. Видимость теней то же самое. Лучше всего сразу убирать, потому что чем дальше тени видны, тем, естественно, ваша производительность падает. По сглаживанию. Выключать, либо ТАА. Ресэмплинг, да тут у каждого свой, кстати, тоже. Если у вас нормальная видеокарта, то, конечно же, оставляйте 1Х. Условно говоря, это сжатие текстур. 0,5 и 0,75, то есть ваши текстуры будут хуже на 0,75 и 0,5 единиц. Если у вас совсем слабое железо, ставьте, конечно же, 0,5. Это, наверное, максимум, что вы можете сделать для своего компьютера, чтобы Тарков в вас шел. Вот эти вот все вот настройки выключаем полностью, полностью выключаем. Вот эти галочки тоже все выключил. Резкость. Ну, резкость не особо там прям влияет на производительность, но это уже чисто для себя. И вкладка постэфиксов. Для максимальной производительности нужно выключать постэфиксы. Они могут прибавить вам 5-10 кадров примерно. Но, опять же, я оставляю себе, потому что мне приятно играть с картинкой, которую я лично сам для себя поднастроил. Да, я понимаю, что это минус 5, минус 10 FPS, но отключение и выключение постэфикса не появляются. По крайней мере, у меня вот эти фризы, которые у меня начали появляться после микрообновления. Сохраняем, перезахозим, потому что изменение настроек на текстуры работает только тогда, когда вы полностью выйдете из игры и, собственно, перезайдете. Это, собственно, те пункты, которыми я воспользовался советами Панжи. У него еще есть советы касательно удаления файлов из реестра касаемо игры, касаемо временных файлов видеокарты. Я в реестр не стал лезть, не стал ничего удалять, но вы можете также глянуть на видео у Панжи. Он рассказывает, где эти файлы находятся, какие нужно удалять, какие не нужно удалять. Таймкоды тоже внизу я прикреплю. И что же мы имеем вообще по итогам? По итогам я имею следующее. Поднятие фпс примерно на 30% на всех локациях, отсутствие фризов при старте игры, отсутствие фризов особенно на локации резерв. Первые 2-3 минуты у меня раньше были неиграбельные. У меня игра превращалась в сплошное слайд-шоу. Там даже не шла речь о каких-то кадрах в секунду, шла речь кадры в минуту. У меня могло быть там 5-6 кадров в минуту. То есть каждые 10 секунд менялась картинка только. И такие были проблемы. Сейчас таких проблем за 2 дня тестирования у меня не наблюдается. И единственное, что я серьезно поменял в настройках игры, в настройках системы, это именно изменения, которые предложил Панжи. Что касаемо других локаций. Опять же, просадок в начале игры я не заметил вообще ни на одной локации. Локации идут стабильно. Если где-то, я смотрю в какую-то сторону, там 60 фпс, то эти 60 фпс не будут прыгать от 40 до 60. Они остаются плюс-минус 60, 59, 61. Локация берег в районе 70-80 фпс. Я такого вообще давно уже не видел. Таможня, лес, развязка, проблем не имею. 70-80 фпс. Это вполне комфортно и вполне те значения, которые мне приятно видеть и приятно с ними играть. Ну и по локациям типа завод, лабораторий, там в принципе проблем никогда не было. Фпс всегда был там высокий, хотя иногда он подлагивает. Ну и я очень доволен тем, что мне наконец-то удалось как-то Тарков привести в играбельный вид. Я очень сильно благодарен Панже за то, что он сделал такое видео. Я понимаю, что такое видео мог сделать любой, но допустим создать те же самые твики с настройками реестра, это не каждый может сделать. И человек действительно очень сильно постарался. И друзья, если вы воспользуетесь этими всеми советами, которые сделал Панже, и вам они помогут, обязательно перейдите к нему под видео. Напишите ему какой-нибудь хороший комментарий, поблагодарите его. Чувак сделал очень серьезную работу, которая действительно поможет многим игрокам Escape from Tarkov, у кого сейчас действительно серьезные проблемы с производительностью. Я думаю, что ему будет очень приятно, что он сделал действительно хорошую, полезную работу. И людям даже, которые его могут не понимать, которые живут где-то в другом конце мира, им это тоже как-то помогло. Ну и друзья, спасибо большое, что досмотрели ролик до конца. Спасибо за ваше внимание и за то, что потратили время на это. Если вам помогут эти настройки, ребят, отпишитесь внизу в комментариях здесь, отпишитесь в комментариях у Панжи. Ну и на этом, друзья, я буду с вами прощаться. Всего вам лучшего. До скорых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok